Добрый день! В эфире 12 канала Час новостей в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Не поделили дорогу. Серьезное ДТП у речного порта. Есть ли пострадавшие? Кто виновен в аварии? Вице-премьер Виктория Абрамченко проинспектировала рекультивацию свалок в регионе. Региональная команда вместе с подрядчиком справились с задачей. Какие еще программы по улучшению экологии появятся в области, расскажем подробности рабочей поездки федеральной чиновницы. Вновь в боевом строю. Слава России! Победа будет за нами! Буханка, которую ремонтировали омские волонтеры, доставлена на передовую. Испорчена мебель, ковры и даже техника. Палац плавает с телевизора, все бежит. На комоде все было в сжавой воде. В Омске затопило многоэтажку, жители подсчитывают ущерб. Белые, серые и золотистые на домском нависли необычные облака, с чем связано природное явление. Серьезная авария произошла сегодня в районе Речпорта. Внедорожник не уступил дорогу Зилу. На место выехали даже спасатели. От удара машины перегородили проезжую часть, образовалась пробка. И по предварительным данным госавтоинспекции водитель на марке, 35-летний мужчина, не пропустил грузовик, выезжая со двора. Сейчас он в больнице с травмами, но по факту аварии в ГИБДД проводят проверку. К другим темам. Рекультивация крупнейшего в Омске мусорного полигона завершена на 95%. Сегодня вице-премьер России Виктория Абрамченко вместе с главой региона Виталием Хаценко оценила работу подрядчика. Речь о свалке в Центральном округе. Сейчас процесс рекультивации полигона полностью закончен. Рабочие приступили к благоустройству территории. На 23 гектарах уже всходит газонная трава. Сам пред отметил, что еще два года назад это была огромная захламленная территория, которая постоянно горела. И как отметила Виктория Абрамченко, регион оправдал доверие и субсидия государства. Напомню, это почти 8 миллиардов рублей принесла очевидный результат. Региональная команда вместе с подрядчиком справились с задачей. Сегодня получили информацию о том, что порядка 17 тысяч тонн выбросы снижаются благодаря рекультивации свалок. Кроме того, такие пространства в городе нужны для того, чтобы обеспечивать в том числе зоны зеленые, рекреационные зоны. Мы здесь хотим сделать и сделаем обязательно хорошее благоустроенное пространство. По сути, здесь будет лужайка зеленая, ну только немножко с бугорком. Вокруг будем кататься на велосипедах, сделаем качественно хорошую дорогу, создадим учреждение, которое все за всем этим будет следить. Сделаем бор сосновый и его высадим. Подсветим ее и уверен, что это будет хороший качественный объект. Также, по словам вице-премьера, в скором времени в Омской области заработает еще ряд госпрограмм по улучшению экологии. Например, инициатива «Генеральная уборка», разработанная правительством. По ней в регионах будут очищать водоемы, а также наводить порядок на суше. Продолжит работу и проект «Чистая страна», в рамках которого происходит рекультивация полигонов. Добавлю, что сейчас вице-премьер работает на крупнейшем промышленном предприятии города. Новые подробности рабочей поездки мы расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». Буханка, которую несколько месяцев ремонтировали омские волонтеры, доставлена на передовую. Необходимый на спецоперации транспорт нашим бойцам передали вместе с гуманитарным грузом. Его отправили на прошлой неделе. И вот сейчас омская буханка уже участвует в выполнении боевых задач на передовой. Автомобиль УАЗ «Буханка» не подвел себя никак. Все доехало достойно. Весь груз на месте. Все уложено, упаковано. Хотел бы отдельную благодарность участникам волонтерской группы СУО Омской области и ее администраторам. Отдельная благодарность Народному фронту и правительству Омской области. Слава России! Победа будет за нами! Отмечу, что деньги на реконструкцию жертвовали волонтеры. Бывало, что за несколько минут приходило сразу несколько платежей. О том, как проводили капитальный ремонт УАЗа, мы рассказывали в часе новостей. Машину обновили практически полностью. Обшили высокопрочной броней. Заменили изношенные детали на новые, но зацкую краску на армейский камуфляж. Чтобы сделать авто более незаметным для врага. Отправляя машину, салон под завязку забили гуманитарной помощью. Упаковали продукты, рации, маскировочные сети, медицинские принадлежности и, конечно, трогательные детские рисунки. Такие автомобили сейчас очень востребованы в зоне СВО. Они полноприводные и легкие в обслуживании. Период выдвижения кандидатов на пост губернатора Ромской области завершен. Областной избирком больше не принимает документы. Таким образом, на должность главы региона претендует 8 человек. Четыре – это выбранные кандидаты от партии. Виталий Хаценко от «Единой России», Владимир Казанин от «Коммунистов России», Андрей Алехин от «КПРФ» и Максим Макаленко от «ЛДПР». А также самовыдвиженцы Юрий Александров, Вадим Черкин, Дмитрий Гудс и Сергей Скрипаль. Далее для прохождения муниципального фильтра кандидату нужно собрать подписи. Партийцу от 210 до 220 подписей депутатов местных советов. А вот самовыдвиженцам потребуется дополнительно около 7 тысяч подписей избирателей. Выборы главы региона пройдут 9 и 10 сентября. Два дня определены для удобства мячей, чтобы каждый мог поучаствовать в принятии важного для будущего Омской области. Многотысячные убытки и потраченные нервы. Такими последствиями обернулся долгожданный капитальный ремонт для жильцов дома на проспекте Мира. Весной здесь начались работы по усилению конструкции. Позже подрядчики вскрыли крышу и как раз в это время начались ливни. Как сильно пострадали квартиры и будут ли компенсировать ущерб, владельцам жилья выясняла Светлана Мельниченко. Вода мощным потоком заливает комнаты на верхнем этаже почти сутки. Потом ливень на улице заканчивается, но с потолка продолжает течь еще несколько часов, вспоминают жильцы этого дома. Из-за короткого замыкания в одной из комнат чуть не случился пожар. Стала коротить вот эту люстру. Прям огонь появился. Во время потопа Людмила Балаченко была на работе, а дома обнаружила грязное озеро. Открываю комнату, а у меня просто все плавает. Палас плавает с телевизора, все бежит. С дивана все там до самого линолеума все. На комоде все было в жавой воде. Дождевая вода собрала пыль, грязь и голубиный помет, которые были на крыше. На потолочной плитке и ламинате остались желтые разводы. Серьезно пострадало и другое. Имущество не работает, купленный меньше года назад телевизор. Причину потопа жильцам долго определять не пришлось. В доме ремонтируют крышу. На половине кровли уже стоят новые стропила. Их обтянули пленкой, и квартиры в этом крыле от дождя не пострадали. Вторую половину разобрали 10 дней назад. Начали вывозить мусор, но погода преподнесла неприятный сюрприз. Теперь подрядчикам придется возмещать жильцам убытки. Предварительно с жильцами дома было проведено с каждой индивидуальной беседой. В дальнейшем будет определен объем необходимого ремонта. И уже по желанию жильцов это будет либо произведено нашими силами, либо будут выплачены денежные компенсации. В региональном фонде капремонта уточняют, если подрядчик не выполнит обещания, работу ему не оплатят. Когда будут работы закончены по ремонту кровли, то согласно нашего договора, подрядная организация нам должна предоставить реестр верхних этажей, что у собственников нет претензий. Сейчас тоже идет дождь, но подрядчики обещают, что таких сильных протоплений уже не будет. Буквально вчера они закрыли крышу мембраной, насколько это было возможно, учитывая, что здесь лежит очень много строительного материала. Светлана Мельниченко, Владислав Осинцев, 12 канал. Спасал заложников во время захвата детского сада. Полковник милиции Николай Лукин провел для школьников экскурсию по музею истории органов внутренних дел. Накануне профессионального праздника настоящий герой поделился бесценным опытом. В России отмечают День ветеранов боевых действий. Дата официального статуса не имеет, но с каждым годом становится все более важной в нашей стране. О том, как складывалась жизнь героя и что он решил передать молодому поколению в нашем сюжете. В музее истории органов внутренних дел экскурсия для школьников. О мужестве, долге и дружбе подросткам рассказывает Николай Лукин, полковник милиции в отставке. Настоящий герой. Он один из участников операции по освобождению заложников из детского сада в Омске. Громкая история. Теракт произошел в 1993 году. Мужчина с обрезом и взрывчаткой захватил детей, воспитательницу и директора. И, угрожая взрывом, потребовал крупную сумму денег из самолета до Ирака. Я сейчас отдам рацию матери этого ребенка. Послушай, пожалуйста. В результате переговоров удалось убедить злодея отпустить сначала девочку, потом мальчика. Еще четверо малышей оставались в заложниках. Стало ясно, пора начинать штурм. Ворвались в помещение. Преступника подстрелили сразу. Да так ловко, что он даже не успел привести в действие взрывное устройство. Детей прикрыли щитами. Главное было спасти детей. И ребят прям в охапку, и когда я крикнул, возможно, взрыв, и он начал подниматься. В итоге злоумышленника обезвредили. Успешная операция вошла в учебники, а ее участники были награждены орденами за личное мужество. Редкая награда из 90-х сейчас уже не вручается. А другой орден мужества Николай Лукин заслужил во время штурма Грозного в 95-м. А после событий 96-го командир Омского ОМОНа заработал и третий орден за заслуги перед Отечеством. Тогда боевики вошли в Грозный и взяли наших бойцов в осаду. Лукин вместе с товарищами оказался заблокирован в Октябрьской комендатуре. Здесь они провели 21 день под обстрелом и практически без воды. Фильтровали и пили застоявшиеся остатки из пожарных шлангов, найденных в детском саду по соседству. При этом не вывесили белый флаг. Напротив, подняли флаг России, сшитый из того, что было под рукой. Взяли, видите, полотенце, маечку одного бойца, выставили его, повесили. Правда, сразу начался обстрел наш хороший. После заключения Хасавертовских соглашений всех бойцов эвакуировали. Всего на счету Николая Лукина 9 командировок в горячей точке. Петр Смольников, Денис Жарков, Юрий Репин, 12 канал. И в эти минуты в стенах Педуниверситета проходит метеоритный диктант. Текст посвящен Петру Драверту, ученому-геологу, исследователю небесных тел. Главная задача такой акции – познакомить горожан с выдающимися земляками и повысить уровень грамотности населения. Диктант решили провести именно сегодня, в день падения Тунгусского метеорита, который исследовал ученый. Также участники проекта прослушивают мини-лекцию «Попробуй метеорит на вкус». Все подробности расскажем в следующем выпуске «Часа новостей». Амичи делятся в соцсетях эффектными кадрами необычных для Сибири облаков. Их основание имеет специфическую ячейстую форму. Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием циклонов. Они могут быть белыми, серыми и даже золотистыми, если смотреть на закате. Впрочем, такие облака считаются и опасными. Их появление всегда связано с грозой, штормами, высока вероятность возникновения шаровых молний. Примечательно, что они окутали Омск именно в период похолодания. Все последние дни в нашем регионе сохраняются сильные ветра и дождливая погода. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить и свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Построить дом в один клик, подать заявку на ипотеку под нужды индивидуального жилищного строительства теперь можно не выходя из дома. Быстро, выгодно и без поручителей. Как получить лучшие условия кредитования, подробности в нашем сюжете. Сезон строительства и ремонтов набирает обороты, а вместе с ним растет и спрос на индивидуальное жилищное строительство. Аналитики сервиса Домклик зафиксировали резкое увеличение выдачи ипотечных кредитов под ИЖС в мае 2023 года по сравнению с апрелем на 56%. Такими темпами к концу года количество подобных сделок превысит прошлогодний показатель в два раза. Это абсолютный рекорд с момента старта программы. Спрос на сегменты индивидуальное жилищное строительство растет благодаря нескольким факторам. Но, во-первых, это интерес к частным домам, экологичному образу жизни. И, несомненно, это изменение условий программ, в том числе и с господдержкой. С улучшением условий программ появилась возможность без поручителей строить жилье при помощи аккредитованных подрядных организаций. Не упустил свой шанс и Александр Панов. Совсем скоро его семью ждет новоселье. Так как я получаю зарплату в Сбербанке, я оставил заявку на сайте Домклик и не вводил никакие данные. В этот же день позвонили мне сотрудники, объяснили, что можно сейчас получить ипотеку без поручителей и по льготной ставке. По всем вопросам можно обратиться в ближайшее отделение Сбера. Продолжение следует... Грандиозная репетиция в самом разгаре. Действительно, батл оркестров уже можно считать рекордом не только России, но и всего мира. Практически 200 музыкантов на одной сцене. Всем нужно сыграться и услышать друг друга, несмотря на то, что они соперники. Вот с этой стороны музыканты Омского академического симфонического оркестра. А здесь уже гости. Приглашенный оркестр Ленинградской области. Битва оркестров станет кульминацией фестиваля Большой симфонический парк. До этого дня коллективы репетировали порознь. Каждый свои произведения. И на то, чтобы сыграться вместе, у музыкантов всего несколько часов. Завтра уже будем репетировать в парке. И уже выстраиваем определенную конфигурацию подзвучки. Потому что все на микрофонах будет. Вот я надеюсь, нам играть будет там еще удобнее. В программе батла произведения классического, оперного и балетного репертуара. Современные композиции. Саундтреки из популярных кинофильмов. Ари и мировых мюзиклов. И, конечно, рок-хиты. Оркестры будут играть попеременно и дополнять друг друга. Обмениваться дирижерами, артистами и солистами. Устраивать музыкальные шутки и провокации. В дополнение к симфобатлу каждый из коллективов представит собственную программу. Да как тут не согласиться-то? Да я, может быть, всю жизнь ждал этого эксперимента, честно скажу. Я безумно люблю эксперименты. Мне в жизни улыбнулась огромная удача. Я приобрел замечательного друга, партнера, коллегу Дмитрия Васильева. Художественного руководителя Омской филармонии. Который, так же, как и я, не боится каких-то совершенно необычных, невероятных экспериментов. И готов к ним двигаться. Симфопарк – совместный проект Омской филармонии 12-го канала и телеканала продвижения в Омске. По всей площади парка на Королево будут работать интерактивные площадки партнеров проекта. Турнир «Мелодия Квас» организует «Тюкалиночка». Торговая сеть фирменных магазинов у дома, где всегда можно найти самые свежие и качественные продукты. Интерактивная локация будет рядом с нынешней главной сценой. Все два дня насыщена игровая программа. В субботу огромный конструктор «Лего», «Пупенмейстер» и шоу гигантских мыльных пузырей. Торговая сеть «Тюкалиночка» приглашает всех посетителей симфопарка посетить нашу интерактивную площадку. Мы подготовили очень много интересного как для взрослых, так и для детей. У нас будут мягкие баблы, у нас будут интересные развлечения. Уже в эту субботу, 1 июля, ждем всех на нашей интерактивной площадке «Тюкалиночка» в парке на Королево. Будет весело и интересно. И уже в это воскресенье, 2 июля, с 14 часов участники турнира «Мелодия кваса» смогут выиграть подарки от «Тюкалиночки». Каждый час будут выбирать победителя, который получит продуктовый набор и фирменный дождевик. А уже финалисты поборются за термосумку и фирменный плед. Такие призы точно пригодятся непредсказуемым сибирским летом. Наталья Змагаса, Натоксанов, Сергей Никифоров, 12 канал. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Давление 752 мм ртутного столба. Покупайте фрукты и овощи по ценам, которые подходят вашему бюджету. Арбузы, клубника, морковь, картофель и многие другие. Всегда свежие сезонные фрукты и ягоды в одном месте. Торговый комплекс «Черлакский». «Черлакский тракт 3.2». Следующий выпуск в 17 часов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok